доброго времени суток всем друзья с вами я и скраббер и сегодня у нас на обзоре meizu m6t компания meizu это конкурент компании сиуми в целом действительно это так и мы выпустил очередной интересный красивый бюджетник является для конкурентом сиуми redmi 6 а посмотрим в этом обзоре давайте начинать в начале комплектация она бедная поэтому не хочется даже на этом останавливаться но зато какая красивая коробочка хотя кому она нужна коробки у нас скрепка фирменная кабель usb micro usb и зарядное устройство гарнитуры в комплектации нет а давайте начнем с экрана характеристики 5 и 7 дюйма IPS матрица 282 ppi hd плюс разрешение запаса яркости на солнце явно не будет хватать в темноте на минимальной яркости он тоже будет не совсем комфортен а я бы сделал этот диапазон немножечко побольше чтобы он был и еще светлее и еще более темнее углы обзора средние в моем случае наклеены хорошее 3d стекло с хорошим олеохобным покрытием придирки к этому экрану есть но отмечу что это хорошее бюджетное решение также присутствует настройка night shift так называемая как на айфонов то есть ближе к вечеру цвет экрана становится более теплым и глаза от этого меньше устают а по поводу и тачскрина скажу немного попозже модули связи lte я работает во всех нужных бэндов вайфай двухзонный bluetooth 4.1 gps в общем все остальное присутствует операционка здесь android 7.0 собственная оболочка fly 6.3.4 работает без нареканий камера основная на 13 мегапикселей от компании omni vision апертура f2.2 и дополнительная камера на 2 мегапикселя фронталочка здесь на 8 мегапикселей светосила f2.0 видео и та и другая камера снимает fuji качестве примера фото и видео далее в обзоре по железу центральный камень здесь mtk но почему 6750 графический ускоритель mali t860 вспомним что мы за м6 с появился с процессором от samsung exynos meizu m8c получил qualcomm snapdragon конечно начальной версии но все-таки по логике продолжает цепочку m6 t могли бы тоже воткнуть либо exynos либо более-менее какой-нибудь snapdragon но сюда воткнули проверены годами mediatek mt6750 а есть на выбор версия 2.16 3.32 памяти карточку памяти поставить можно но в таком случае нужно будет пожертвовать дополнительной картой sim я думаю что вы согласитесь нужно брать версию на 3.32 знаете друзья то чувство когда meizu сокупила mediatek а потом поняла что это полный шлак но и не выбрасывать же конечно это собираем новый корпус напихиваем туда старья ну и погнали хотя друзья все не так печально продолжаем в antut он выбивает примерно 40 тысяч баллов и конечно про нормальные 3d игры можно сразу же забыть у меня даже antut постоянно вылетал только козу очки играется на этом телефоне конечно же нетребовательные игры если хотите и для игры что-то бюджетное то конечно это redmi 5 все ссылочки будут в описании миниджек есть и кстати очень хороший сканер отпечатков пальцев которые работают шустро и без нареканий звук тут все бюджетный он средний как наушниках такие динамиках запаса громкости хватает автономность тут я по привычке бюджетных телефонов сразу написал что батареи 3000 миллиампер часов но на самом деле для бюджетника здесь хорошие хорошая батарейка стоит на 3300 миллиампер часов зарядка 5 вольт полтора ампера хватает телефона смело на день конкуренты этого телефона redmi 6a meizu m6c и lenovo k5 play цена его приблизительно 110 долларов или около 7 тысяч рублей стоит ли он этих денег я бы сказал что если бы цена у него было 90 долларов это было бы самый раз друзья прежде чем продолжим попрошу вас подписаться на канал если вам нравится такая идея то ставьте обязательно лайк если не нравится то дизлайк делайте репост этого видео в любых соц сетях если есть такая возможность жмите на колокольчик всем позитива а мы продолжаем а пробежимся по телу телефона сверху различные датчики светодиодный индикатор разговорный динамик и фронтальная камера на 8 мегапикселей слева двойной sim лоток две наносимки сюда можно установить либо одну наносимку и плюс микро sd справа кнопки громкости кнопка включения и выключения на нижней грани микрофон микро юсб и основной динамик также на верхней грани мини джек на задней крышке вспышка сдвоенная камера и сканер отпечатков пальцев также надпись meizu давайте проверим на скорость ферфинга это телефон вначале youtube если честно то youtube чик справляется не очень мне кажется 435 снаб здесь был бы самый раз и он справлялся бы гораздо лучше а вот в хроме дела отличные поэтому в хроме серфить можно плюсы и минусы этого телефона я набрался всем мало первый плюс это его цена конечно же учитывая качество это телефона и второй это камера учитывая его цену из минусов я отметил бы плохой тачскрин но все это я списываю скорее всего на не очень качественное защитное стекло мне кажется в этом проблема потому что у всегда с экранами порядок был а вот второй минус это процессор и он действительно слабенький я бы поставил сюда 435 снаб и было бы здесь вообще все гораздо гораздо веселее защищать личные данные и рабочую переписку можете при помощи сканер отпечатков пальцев в отличие от meizu m8c для сканер отпечатков пальца вообще там нет а в meizu m6t он присутствует дикталоскопический сканер расположен на задней части корпуса видимо в meizu решили не экспериментировать и попробовали классический способ как у сяоми если помните что у meizu m6s сканеру был на правом боку и кстати это было очень круто это красиво очень смотрится и оригинальное решение причем сканер ничем не уступал он действительно работал очень хорошо как настоящий основной сканер отпечатков пальцев в этом году все смартфоны стали вытянутыми и это хорошая находка на самом деле кран становится больше но в руке он помещается удобно корпус получился узким удобным для использования одной рукой в то же время свободное место использовано максимально эффективно обратите внимание здесь как современных телефонах рамки и сверху и снизу не такие большие хорошее соотношение сторон и в принципе он смотрится вполне себе современно разработка цветовых решений проводилась совместно с компанией ppg аппарат представлена в некоторых цветовых вариантах черный синий красный и золотой лицевая сторона полностью закрыта защитным стеклом со скругленными краями боковые рамки достаточно узкие а также можно настроить привычную кнопку м бэк эта кнопка свойственна конечно же для fly мы с то есть для meizu и сильно здесь тоже очень хорошо работает есть отдельные любители которые радуют именно за эту кнопку а в разделе безопасности можно не только настроить работу сканер отпечатков пальцев но и активировать дополнительную блокировку определенных приложений или специальное защищенное хранилище для файлов это кстати классная фишка я такое встречал на самсунгах вот мэйзу тоже подтянулись в этом плане по камерам сначала тест для линз и мы видим что результаты схожи с redmi 6а 3 ряд виден 4 и 5 уже почти что не видны но 5 полностью в мыле надо делал фотографию при хорошем комнатном освещении получается принципе достойные себе снимки но не более того цвета не яркие ненасыщенные и вот обратите внимание при стандартном комнатном освещении все гораздо хуже появляются уже шумы другие артефакты но в целом так скажем нормально нормально снимать и далее пример видео на основную камеру а селфи камера тоже не блещет по сути все то же самое но цвета еще более блеклые может сказать такие молочные цвета то есть насыщенности совсем не хватает этой камере но и больше сказать ничего не могу а если сравнивать с redmi 6а то приблизительно здесь все то же самое по сути никаких отличий особых я не заметил вывод по камерам это нормальный такой бюджетные сегменты не хорошо снимать если вам допустим нужно недорогая сэлфи камера я бы порекомендовал вам сяоми redmi ноут 5 а именно 5 а там она зачетная за свои деньги если вам хорошая нужна основная камера то это meizu m6 ноут все они тоже в пределах 100 долларов стоят но в этом плане они будут справляться лучше ну что если прямую сравнивать его с сяоми redmi 6 а то meizu гораздо красивее если говорить о его дизайне хочется отметить что так называемое лакокрасочное покрытие здесь гораздо лучше она очень хорошо красиво смотрится если сравнить его с сяоми конечно сяоми надо в этом отношении еще работать и работать но у meizu здесь действительно все гораздо круче цвет очень насыщенный и телефон не кажется дешевым наоборот даже когда вы берешь руку ты понимаешь что это как будто либо средний сегмент либо что-то около этого а подводить единственное что ты сразу ощущаешь что это пластик потому что нет но привычного такого холодка как от металлического корпуса друзья вот такие выводы по этому телефону такие не совсем однозначные ощущения но я поделился с вами этими ощущениями пишите комментарии что вы думаете по этому телефону всем пока пока